Всем привет! С вами Берсик, и это 10-й юбилейный выпуск рубрики Пишите письма. Ребята, этот выпуск станет завершающим в рубрике Пишите письма. Дело в том, что ко мне приходит с каждым днем все больше и больше писем от вас. Это очень приятно и здорово, но я просто-напросто не успеваю снимать про них видео. Наверное, это очень трудно понять, пока своими глазами не увидишь, какое количество писем я каждую неделю забираю с почты. Это уже не десятки, а сотни. Каждое из этих писем достойно внимания. Каждое. И меня угнетает, что я не могу все их показать в видео. Плюс ко всему, я хочу больше времени уделить съемкам обзоров, которые вы любите и ждете. Все-таки у меня обзорный канал, и было бы странно, если бы здесь в основном были видео про письма. Я надеюсь, что вы с пониманием отнесетесь к моему решению, так будет честнее. Мой почтовый ящик остается активным, поэтому, если у вас возникнет желание написать мне пару строк, вы по-прежнему можете это сделать. Забирать почту и читать все ваши письма, я буду в обязательном порядке, в этом плане ничего не меняется. Напоминаю, что если вы хотите получить от меня ответное письмо или автограф, пожалуйста, прикладывайте конверт с марочкой и вашим заполненным адресом. Если со временем что-то поменяется касательно моего почтового ящика, моего адреса, я обязательно дам вам знать. Письмо от музыченко Евы, город Киев. Ева оказалась очень разносторонней девушкой, и она прислала мне несколько своих творений. Во-первых, она очень здорово рисует. Она нарисовала меня в кофточке, в которой я снимала один из обзоров «Пишите письма». На фоне она нарисовала герб «Монстр Хай» и «Эвер Афтер Хай». Есть здесь такая девчушка с голубыми глазами, на самом деле они у меня зеленые, но в любом случае мне нравится, какой меня видит Ева. Также она здорово нарисовала монстряшек, Клодин Вульф и Айрис Клопс. Здесь есть вот такой чудесный котик, который возомнил себя Гарри Поттером, и вот такой забавный динозаврик. Также в ее письме я нашла вязанный наряд для монстряшки. Такая вот подвеска на шею с котиком, который она сама сделала из полимерной глины. Ну и, наконец, Ева умеет очень здорово плести фенечки, и отдельно я хотела бы выделить вот эту фенечку. Она сделана в цветах герба «Монстр Хай». Также здесь есть вот такой малюсенький смешной хот-дог и арбузик. Также Ева написала мне большое содержательное письмо, из которого я узнала ее предпочтения, какие ей нравятся куклы, чем она увлекается. Здесь даже есть такая мини-инструкция, как завязывать фенечки, которые она мне прислала. Ева, спасибо тебе большое, мне все очень сильно понравилось. Посылка от Сазоновой Валерии, город Санкт-Петербург. Какой крутой чувачок здесь из ледникового периода, у него такие смешные глаза в важной стороны. Очень мне понравилось, спасибо, Лера. Также мне понравилось, как ты оформила свое письмо. Это, собственно, письмо Леры. Оно такое красное в белый горошек, открывается, как открытка. «I love bears» написано. Ну и, соответственно, здесь я вижу письмо Лерочке. Спасибо тебе за добрые слова, спасибо за твои подарки. Вот здесь есть такая еще открыточка и подарки для моих монстрашек. И еще хочу отметить, что здесь есть шоколадка, горький шоколад бабаевский. Огромное спасибо, Лера, тебе за все-все-все. Посылка от Юрченко Любы из Харькова. Это то чувство, когда ты смотришь на коробку. Она такая огромная. На ней есть стикер. И написано, что внутри лялька скелита. И ты уже ее открываешь, так мандражируешь. И внутри на самом деле оказывается скелита из коллекции «Арт-класс». Вы представляете, мне прислали куколку. Это мне подарок на день рождения или Новый год, я даже не знаю. Вместе с этой куклой была очень лаконичная записка. Сейчас я ее открою. Это вот такая открытка с розочками. А внутри просто написано «Любимому персику» от Эли. То есть на коробочке, скорее всего, это мама Эли или ее какая-то родственница взрослая. А саму девочку, которая подарила мне эту куклу, зовут Эля. Эля, я хочу сказать тебе просто огромное спасибо. Этой скелиты нет в моей коллекции. И как-то я к ней раньше не присматривалась. Но когда я ее получила, стала разглядывать в коробке. Мне показалось, что она такая красивая. У нее такие красивые волосы. И я прям очень сильно обрадовалась. Мне было прям безумно-безумно приятно, что ты сделала мне такой хороший подарок. И пополнила мою коллекцию. Я люблю персонажа скелита. И, в общем, я надеюсь, что ты смотришь это видео. Я надеюсь, что ты слышишь слова моей благодарности. И мне очень-очень приятно. Письмо от Ефремова Елены, город Санкт-Петербург. К своему замечательному письму Лена предложила два рисунка. Один из них это рисунок Твайлы вместе со своим питомцем. А второй рисунок это я в Амстердаме. Фотография, которая вдохновила Лену, была у меня долгое время на аватарке. А также она у меня была в Инстаграм. Мне очень приятно вспоминать мою поездку в Амстердам. И когда вы рисуете меня из этих путешествий, мне тоже очень приятно. Лена, большое тебе спасибо за письмо и за рисунки. Посылка от Поповой Карины из города Каджиева. Карина, большое спасибо тебе за письмо. Я передаю привет твоей сестричке, твоему братику. Также я хочу сказать спасибо тебе за все добрые слова, которые ты мне написала. Я очень надеюсь, что у тебя в скором времени появится хотелка Хоулин. Или, может быть, она у тебя уже появилась. Ты прислала мне куколку. И это не Монстр Хай, не Эвер Афтер Хай. Это куколка Братц. Карина, я хочу сказать тебе спасибо за эту куклу. Я знаю, что ты выиграла ее в конкурсе и решила отправить мне. Мне это безумно приятно. Но я хочу быть до конца честной. Я не люблю кукол Братц. И сейчас мне немного неловко, что ты прислала мне куклу, которая наверняка была тебе дорога. Дело в том, что я взрослый коллекционер и имею определенные предпочтения. Эту куколку я, конечно же, никуда не дену, если смотреть на все многообразие кукол Братц. Я считаю эту девчушку достаточно симпатичной. Я обязательно оставлю как память о тебе, Карина, как твой подарочек. Я в любом случае тебя благодарю. Но на будущее, ребята, пожалуйста, не отрывайте от сердца своих любимых дорогих куколок, потому что мне становится очень неловко. Письмо от Куряевой Яны, город Бузулук. Яна поразила меня просто многообразием различных рисунков, которые она прислала. На этих рисунках она изображает меня. Также меня безумно умилил рисунок, где изображены мы с Руслана в форме кексиков, таких веселых капкейков. Ну и, наконец, больше всего меня поразил вот этот рисунок. Собственно, это огромный бриллиант. В общем, Яночка решила не мелочиться и прислала мне вот такой огромный бриллиант. И самые лучшие пожелания. Яночка, я тоже тебе желаю всего самого хорошего. Спасибо тебе за старания и за рисунки. Посылка от Степановой Кати, город Москва. Катя прислала мне очень прикольный сувенир. Это кристаллик, а внутри сердечки и роза. Сердечки и роза внутри объемные, с какой стороны не посмотреть. Выглядит все это очень симпатично. Также Катюша прислала мне два рисунка. На одном из них она изобразила меня и Русика в виде котиков. На втором рисунке Катя изобразила меня и просит вот здесь оставить автограф, как будто я держу свой собственный автограф. Катюш, я очень постараюсь тебе прислать автограф. Ты, к сожалению, не прислала конвертик, но я все равно постараюсь прислать автограф. И еще в своем письме ты рассказываешь много про себя, про свои увлечения. И я хочу с тобой согласиться, что базовые куклы, они самые интересные и оригинальные. Катюш, спасибо тебе большое за письмо и подарки. Посылочка от Елькиной Анны, город Ухта. Содержание своей посылки Аня оформила очень оригинально и красиво. Мне очень понравилась вся эта новогодняя тематика. Первый конвертик, значит, здесь Дед Мороз, написано «С Новым Годом», а внутри чокеры. Чокеры – это такие штучки на шею, которые имитируют татуировки. Они были очень модные в моем детстве. Мода возвращается, и сейчас все молодые девушки поголовно носят эти чокеры. И, собственно, Аня спрашивала меня, какой мой любимый цвет. Я ей ответила «Малиновый» ВКонтакте. Ну, на самом деле, у меня нет такого любимого цвета, но малиновый – один из моих любимых. И она сделала для меня вот такой малиновый чокер. Это чокер на шею. Также внутри здесь есть еще на шею три штуки – на плечо, ногу и на палец. Вот они. Я хочу сказать огромное спасибо Ане. Я пока что не даю стопроцентную гарантию, что я буду их носить, но я попробую. Потому что все-таки это так у меня ассоциируется, это прям совсем с детства, с чем-то таким далеким. Но в любом случае вот этот вот малиновый мне прям вообще очень сильно нравится. Вторая открыточка тоже оформлена на новогоднем стиле. Здесь вот такой гномик, новогодние шарики, бантик – все очень красиво. Если мы это откроем, то здесь, собственно, прячется письмо и поздравления с Новым Годом. Анечка, спасибо большое! А, чуть не забыла сказать, что все эти чокеры Аня сплела сама. То есть это не покупное. Это труд Ани, за что я хочу сказать ей огромное спасибо. Также огромное спасибо за твое письмо и поздравления. Следующая посылка от Саши Головко из города Краснодар. Эту посылку я открыла в свой день рождения, поэтому я уже частично знаю, что здесь есть. Это просто феерия радости, здесь очень много подарков на день рождения и на Новый Год. Сашенька, ты меня просто балуешь. Я сейчас все это разложила по столу и просто это даже выглядит супер. Я до сих пор не знаю, что в этой коробочке. Я сначала подумала, что там на 3 чай, но там не чай, там что-то другое. Я открою это сейчас на видео. Пока что хочу рассказать, что здесь есть, что я уже видела. Здесь очень много конфет. Это конфеты Ever After High, они очень красивые. Также здесь есть конфетки Milky Way, шарик Чупа-Чупса, который как бы немножко помялся в дороге, но ничего страшного. Здесь есть чай, собственно, к конфетам. Когда я увидела вот этот чай, я подумала, что вряд ли бы Саша положила чай, а потом еще вот такую коробку чая, поэтому там что-то другое. Также здесь есть очень забавные маленькие фигурки, целующиеся уточки. Также мне очень понравились вот такие фруктики, в которых застрял цыпленок Твити. В винограде, в яблоке это выглядит очень смешно. Также здесь есть рисунки, которые я уже видела в Инстаграм. Сашенька мне их присылала. Я обожаю эти рисунки. Они очень красивые. Спасибо, Саша. Вот такой, не шутка, хэппи-берстый. Он держит букет цветов и поздравляет меня с днем рождения. Вся посылка была украшена вот такими интересными бабочками, которые, между прочим, бабочки-орегами. Сашенька их сама сложила. Это просто суперкрасиво. Здесь есть две сигны от Саши с ее куколками, которых она суперкрасиво фотографирует. Вот даже Сирис Вульф держит сигнал на меня. Ну и, наконец, давайте заглянем в коробочки. Это первая коробочка, в которую я загляну. В этой маленькой коробочке оказалось очень много всего интересного. Во-первых, это вот такой плюшевый котик-скелет. Его зовут Китти. С ним идет вот такой блокнотик. Мне безумно понравился этот малыш. Прям очень-очень сильно. У него в попке шарики. Он весь такой подвижный. Значит, с ним идет блокнотик, где написано, что его зовут Китти. Китти ужасно любила смеяться, так что весь дом начинал сотрясаться. Как-то она веселилась в саду и подбежала случайно к пруду. На отражение уставилась Китти. О, незнакомец, спешу к вам, ловите. Делала шаг, чтобы в воду нырнуть. Можно от смеха теперь отдохнуть. Вот такая, как бы, грустно-веселая история Китти, которой тоже нужна любовь. Так написано вот здесь. И я ее буду любить. Она такая хорошая. Привет! Здесь еще есть всякие штуки. Это печенье Орео. Печенье, которое любят все. Какая-то вот такая штучка. Я не знаю, что это такое. Ловец снов. Он такой крутой. Ловец снов. Неужели, Саша, ты его сама сделала? В общем, ты все умеешь делать? Он очень красивый. Я всегда хотела ловец снов. Спасибо. Также здесь есть жуйки лавыз. Кожаный браслет с котами. Здесь есть магнитик. Еще раз чай. И, наконец, вот такой блокнот с кошкой и какими-то иероглифами. Ну и это еще не все. Та-дам! Да, это кукла Берсик. Эту куклу Саша сама связала. Я видела фотки в Инстаграм. Она мне уже присылала их. Она их выкладывала в своем аккаунте. Но когда я ее увидела вживую, я обалдела от того, какая она огромная. Я думала, она маленькая, как котик, которого она мне присылала. Но кукла оказалась огромной. Мне очень понравилось, как Саша оформила все это дело. Как будто это коробочка с куклой. Здесь есть арт персонажа. То есть моя фотка, которая вдохновила ее, собственно, на создание этой куколки. И я ее сейчас впервые вместе с вами открою. Смотрите, какая куколка! Если бы у меня хотя бы половина такой шикарной шевелюры была, я бы уже была довольна. У нее просто куча волос. Очень объемные, очень большие. Прям вообще, я не знаю, как толку, наверное, это делать надо. Такое количество волос. Она такая хорошая. Смотрите, у нее есть такая маленькая штучка, маленькая деталь. Это сердечко, на котором написано Made With Love, то, что она сделана с любовью. Ну что, похоже на меня? Мне безумно приятно, что ты захотела сделать куколку, похожую на меня. И мне кажется, что она получилась очень-очень крутой. Господи, правда, у нее безумное количество волос. И мне еще нравится то, что у нее платье такое градиентом. То, что она сверху потемнее, а затем голубее, ты практически переходит в белый. Сашуль, я хочу сказать тебе спасибо за все эти подарки, за твое творчество. Я желаю тебе огромных успехов и процветания дальше. Спасибо, что балуешь меня. Письмо от Ракович Надюшки, город Глобино, Украина. Надя на письмо меня просто поразила. Она его написала вот в таком стиле. Это вырезки из газет, и обычно во всяких детективах так пишут маньяки-убийцы. На самом деле, это очень тупотливый труд. Я когда увидела, сразу же подумала, боже мой, как же, как надо было долго это все сидеть, вырезать, клеить. Мне особенно понравилось то имя Дракулаура, оно как бы вырезано слово Дракула полностью. Где-то в журнале нашли слово Дракула и вот как бы составили из него Дракулауру. Выглядит очень прикольно. Когда я начала читать это оригинальное послание, я поняла, что Надюшке всего лишь 5 лет. Соответственно, я догадалась, что помогала ей мама. И мне стало безумно приятно, что мама помогает отправить что-то мне. Это очень трогательно. Я хочу вам сказать огромное спасибо. В том числе спасибо за ваши подарочки. Мне прислали вот такую резиночку с мини-маус. А также здесь есть рисунок, который Наденька нарисовала. Здесь изображены я и Руслан. Очень веселый, яркий рисунок. Врусик такие большие ресницы, как у меня прям. Еще меня просто покорила ваша открытка. Здесь написано с Новым годом. Также елочка выполнена из журнальных вырезок зеленого цвета. А внутри ждет вот такой сюрприз. Наташа и Руслана. Просто вот такая объемная, очень красивая елка. Шикарная открытка. На этой большой красивой фотографии я отправлю вам автограф. Мне очень приятно, что именно ее вы выбрали. Я сама люблю эту фотку. Мама Надюшки, вам тоже привет. Наденька, тебе тоже привет. Спасибо вам огромное. Мне все очень понравилось. Поздравляшки с Новым годом. Пришли ко мне от Запыгиной Анастасии из города Железнодорожный. Настя прислала мне блокнотики, на одном из которых написано Monster High страшные секреты. В такой вот косметичке Monster High было обнаружено. Два кидер-сюприза. Я люблю кидер-сюпризы. Спасибо большое. Также здесь были конфеточки. Две юлы из киндер-сюрпризов, которые очень прикольно крутятся. И множество-множество рисуночков. Вот это такое граффити-берс. Мне очень понравилось, как ты нарисовал это граффити. Остальные рисунки оформлены в такие праздничные свитки с бантиками. И подписаны. Вот, например, свиток Вайдона. Давайте его откроем. И у нас здесь правда Вайдона. Соответственно, здесь очень много рисуночков. А вот в этом свитке хранится письмо, которое я сейчас буду читать. Из письма Насти я узнала, что она смотрит меня вместе со своими маленькими сестренками. А также то, что в посылке поучаствовали ее подружки Соня и Женя. Я приведу привет твоим сестренкам, твоим подругам Соне и Жене. Хочу сказать спасибо Соне за граффити и вообще за то, что вы все вместе, дружно решили поздравить меня с Новым годом. Посылка от Заводородней Анастасии из Украины, город Днепропетровск. Настю я очень хорошо знаю. Она очень активный берсенок. Она очень много пишет в ВКонтакте, комментирует и вообще очень-очень много где появляется. Поэтому я не удивилась, что я получила от нее посылку. Настенька, спасибо тебе большое за подарки. Сейчас покажу, что такого интересного мне прислала Настя. Во-первых, здесь была вот такая большая открытка, поздравляю, которая внутри оказалась объемной. Вот такое обилие орхидей меня здесь ожидало. Подарки тоже все очень прикольные. Это вот такая ручка с пушком и котенком Hello Kitty, блокнотик с котиком, жевательный мармелад. Я так понимаю, что вы уже догадаетесь, что я его люблю и периодически мне его присылаете. Большое спасибо, что вот мне прям больше всего понравилось. Это вот такой брелок, брелок Coca-Cola, который на самом деле не просто брелок. Если его открыть, то здесь можно обнаружить в ручку вот такой функциональный брелочек. Мало того, что выглядит стильно, так еще и полезная вещь. Ну и, наконец, здесь были ластики. Как я понимаю, это, скорее всего, это ластики в форме различных миниатюр, которые можно, собственно, использовать как-то с монстряшками или вообще, ну, они выглядят очень прикольно. Здесь есть пистолет. Монстряшки теперь могут вообще какие-нибудь в гэнгста-миниатюрах участвовать. Также здесь есть айфон, но для монстряшки он слишком большой, но выглядит прикольно. Маленький телефончик, розочка, скелетик такой забавный и сумочка. Настя, спасибо тебе за письмо, за добрые слова и за все подарочки. Мне все очень понравилось. Посылка от Турукиной Валерии, город Оренбург. В посылке я нашла много всякой всячины. Например, Мэддалин Хэттер прислала мне подарок. И это, конечно же, чай. Спасибо большое ей. Также здесь есть шарик на елку, на котором нарисован котик Персик и написано Берсик. Вот такие конфеты. Это замечательные эти конфеты, похожи на камушки. Они были в моем детстве и они мне очень сильно нравятся. Вот такой самодельный блокнотик с Берсиком и котиком Персиком. Я покажу вам часть того, что здесь есть, потому что Лера меня прям одарила. Здесь очень много всяких классных штук. Вот, например, есть такой альбом. Называется Париж. Она его сделала сама. И в этом альбоме есть фотографии моей поездки в Париж. Как я поняла, здесь не только мои фотки, но и какие-то фотки из интернета, иллюстрирующие Диснейленд. А вот это моя фоточка. Мне очень приятно было держать в руках альбом с моими фотографиями, с моими памятными фотками из поездки. Я очень рада, что вдохновила тебя сделать такой классный альбомчик. Еще вот в такой коробочке я нашла клевое котика. Я так понимаю, Лера сшила сама. У него вот такой хвостик смешной и розовая пачка. Мне очень понравился этот малыш. Он такой самобытный. Спасибо большое. Еще здесь есть браслетики, фенечки. Вот такой браслет Шамбала. Множество рисунков. Лера, ты такая молодец. Спасибо тебе, что решила написать мне письмо. За то, что решила отправить мне такое большое количество подарков. Я обязательно пришлю тебе автограф на моей фотографии. Спасибо, что приложила конверт с Марочкой. Письмо от иконниковой Татьяны. Город Уральск, Казахстан. Меня очень зацепило Таня на письмо, потому что она поделилась со мной своей проблемой. Честно говоря, я даже не знаю, как тебе помочь, потому что это очень тяжело, когда родственники, родные не понимают твоих увлечений. Попробуй еще раз поговорить со своими родными. Попробуй показать им мои обзоры, мою коллекцию. Может быть, это как-то поменяет их мнение. Мне кажется, что коллекционирование кукол это не самое плохое увлечение для девочки 15 лет. Это вообще здорово, когда у твоего ребенка есть какое-то хобби. Поэтому я тебе желаю найти общий язык с родными. У нас с тобой есть это общее увлечение, и у нас с тобой даже совпало то, что одна из любимец, моя любимец, это Хоулин Вульф. И ты ее очень любишь, и ты рассказала историю, что даже в детстве у тебя был опыт общения с маленьким волчонком, потому что у тебя дедушка работал в зоопарке. Мне было это очень интересно узнать. В общем, всего тебе самого доброго, Таня, и спасибо тебе за рисуночек. Это Хоулин Вульф, как раз в том самом образе, который твой самый любимый. Подарочек мне на Новый год пришел от мамонтовой Елены, Краснодарский край. Это вот такая вот интересная куколка, которую Лена сшила сама. Знакомьтесь, это Маус Грей. Из письма Лены я узнала, что Маус Грей это полумышка, получеловек из Эвер Афтер Хай. Вот так она придумала это. Это девочка, и она дочка короля мышей из Шелкунчика. Для девочки у нее, конечно, очень забавная и интересная мордашка. Я думаю, что когда вы увидели эту малышку, вы сразу заметили плащ, который очень похож на плащик Сирис Вульф из Эвер Афтер Хай. Только в данном случае здесь голова мышки, а не волка. Всю эту красоту Лена сама сшила. Мне очень понравилась и задумка, и реализация, и то, что ты прислала мне эту куколку вместе с подставкой. Своеобразная и интересная получилась сказочная девочка. Также, если ее освободить от подставки, то у нее гнутся ножки. Ее можно посадить на какой-нибудь диванчик или на какой-нибудь поверхности. Она будет вот так интересно сидеть. Лена, спасибо тебе большое. Мне очень понравился твой оригинальный подарок. Но это еще не все. То есть полимерной глины Лена сделала вот такую малюсенькую овечку, символ 2015 года. Большое спасибо тебе за классные подарки. Посылка от Ланковой Александры, город Пензах. У Саши есть творческий ник Alexa Lang. Она очень любит рисовать и делать сумочки для кукол. И то, и другое у нее получается очень здорово. Даже свое письмо она оформила рисунками. Я так понимаю, что стиль таких рисунков называется дудлинг. По крайней мере, мне так написали в Инстаграм. И я погуглила, это что-то похоже. Самое крутое, что в этом стиле Сашенька нарисовала меня. И я считаю этот портрет просто шедевральным. Мне он настолько нравится, что я поставлю его на самое видное место и буду любоваться. Если приглядеться, то в моих волосах есть другие линчики. И это все как-то очень необычно нарисовано. Очень много каких-то... Я не знаю, я, наверное, неправильно что-то сейчас говорю. Но я просто хочу выразить свои эмоции, что для меня такое творчество это что-то новенькое. И мне это безумно понравилось. По поводу сумочек. Мне кажется, талантливый человек, он талантлив во всем. Потому что, когда я увидела эту малюсенькую сумку, я даже подумать не могла, что она самодельная. Я только после того, как прочитала, я начала ее разглядывать и увидела, что да, она самодельная. Но она сделана настолько круто. Это просто что-то невероятное. Я посмотрела у Саши в группе ВКонтакте, она делает и другие сумочки. И они все настолько крутые просто. Мне кажется, что они намного больше детализированы, чем фабричные сумки для кукол. В общем, Саш, ты просто суперумница, супертворческая личность. Я хочу сказать тебе большое спасибо, что тебе захотелось что-то сделать для меня. Я пока не отправила тебе автограф, но я обязательно это сделаю. Ты прислала мне вот такие большие фотографии и конвертик. Я обязательно отправлю тебе автограф. Спасибо большое. Посылочка от Тиффенбах Маргариты, город Владивосток. Маргарита прислала мне, помимо письма, очень интересные штучки. Это вот такой браслетик в цветах герба Monster High. Также здесь есть вот такая помада, которая на самом деле не помада, а ручка. У меня уже не первый такой шпионский предмет, который выглядит как помада или как что-то еще, а внутри у него прячется ручка. Это очень прикольно и смотрится эта помада очень красиво. Также здесь есть календарь, который Маргарита нарисовала сама, календарный 2015 год. Каждый месяц символизирует какая-нибудь манстряшка, и она какую-то еще фразу произносит. Вот, например, Блонди Локс изображена на майском месяце, и она говорит, а насколько вы уважаете 9 мая? В общем, здесь все очень хорошо продумано, очень хорошо нарисовано. Спасибо тебе большое, Маргарита. Также спасибо за твои замечательные рисунки. Я здесь вот, например, веселюсь с манстряшками. Вот, например, гуляю с Купидон. В общем, здесь много всяких зарисовок, и спасибо тебе, Маргарита, за твое душевное письмо. Посылка от Путилис Виктории, город Балашиха. Викуся прислала мне две книжечки, а также она прислала мне открытки Monster High и маленькие игрушки, которые мне безумно понравились, особенно вот это. В письме она написала, что это Цыпа, это такая девчушка с розовыми волосами, и она меня просто покорила. Мне она очень нравится, кстати, у нее в глазах сердечки. Как я поняла, Вика собирала посылку вместе со своей двухлетней сестренкой, они мне прислали лошадку Каролину и маленького котика. Девочки, большое спасибо вам за письмо и подарки. Посылка от Чехмаревой Софи, город Краснодар. В большом розовом яйце Соня прислала мне смешную фигурку Капитан Америки. Она мне очень понравилась, у этих фигурок почему-то открывается голова, я, честно говоря, не понимаю, зачем это. Может быть, вы мне напишите в комментариях, что это такие за фигурки, но как она выглядит, мне очень нравится. Также здесь есть заколочка на волосы, вот такая с цветочками, собачка плюшевая, толстый кот, толстый кот, толстый кот оказался фломастером. Тот чувство, когда толстый кот оказался фломастером. И вот такие конфетки, это фрутелла, но непривычная фрутелла, какие-то маленькие конфетки Pixels с натуральным соком. Помимо всего прочего, от Сонечки я получила в подарок вот такой рисуночек себя. Много-много пожеланий и добрых слов и замечательное доброе письмо. Сонечка, большое тебе спасибо. Письмо от Воскович Дарьи, Бонни Стар, из города Москва. Даша, на письмо мне безумно понравилось. Дашуля, спасибо тебе за все, что ты здесь написала. Также я хочу показать вам рисунки. Здесь Даша изобразила меня. Я здесь в образе лисички со своими посылочками. Вот такая красотка получилась. Даша, ты очень здорово рисуешь. И мне понравилось, как ты нарисовала Хаулины Клодию. Спасибо тебе большое. Поздравляшки с Новым годом пришли ко мне от Камалиева и Алисы из города Оренбург. Алиса в своем письме написала, что ее первое письмо потерялось, и она очень волнуется за эту посылку. Алиса, она ко мне пришла. Все в порядке. Все ко мне пришло в целости и сохранности. Спасибо тебе большое за письмо, за поздравления. Спасибо за крутые подарки. Это овечка, символ 2015 года. Вот такая она пушистенькая, и в то же время это статуэтка. Вот такой интересный брелок. Это маленькая ручка. Она со стразиками приливается. Очень симпатичный брелок. Эта роза представляет собой на самом деле пакет, как я поняла, мешочек. Это очень прикольная штучка. Сейчас я хочу ее посмотреть, как она выглядит. Вот такой получился пакетик со стеблем розы. Спасибо большое. Красивый. Также здесь есть альбом с бабочкой. Очень удобная штука, как я уже говорила, для хранения моих открыток. У меня их много. И, наконец, здесь есть чехол с котиками. Даша Семкина мне уже дарила что-то подобное, где было много-много котиков. Здесь тоже обилие котиков. Спасибо большое. Я люблю эту тематику. Здесь они такие все серьезные, стоят, как будто на каком-то концерте в танцпортере. Так, очень много котят. Алиса, спасибо, мне очень понравились все твои подарки. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok